В отделении реанимации детский плач не слышен. Здесь и врачи говорят полушепотом. Дышать этих крохи могут только через аппарат искусственной вентиляции легких. Некоторые находятся в специальных инкубаторах. Эти малыши, как никто, нуждаются в особой опеке. От правильных действий врачей и поддержки матери зависит их жизнь. Кстати, Сочинский перинатальный центр, благодаря Краевой программе развития здравоохранения, один из немногих, где в отделении реанимации новорожденных кормят материнским молоком. Забота опытных специалистов и вера родных позволили самостоятельно дышать и окрепнуть и этим деткам. Сегодня они и их мама были приглашены на праздничное мероприятие в педиатрическое отделение 9-й горбольницы. За эти три года мы родили около тысячи недоношенных деток. Мы родили около ста деток с экстремально низкой массой тела. И, конечно, те задачи, которые поставлены перед нами сегодня, и те результаты, которые сегодня удалось достичь, говорят о том, что весь коллектив, больницы 9, всего здравоохранения нашего города Сочи, общественных организаций, Министерства здравоохранения, конечно, ведет неуклонную, неукоснительную работу по формированию отношения к деткам с низкой массой тела. Выхаживать маловесных новорожденных удается в первую очередь за счет квалифицированных специалистов и современного оборудования. Большинство аппаратов были подарены перинатальному центру общественной организации «Лига женщин Моздобра», которую возглавляет супруга мэра Елена Пахомова. Ее внучка Ника родилась с весом килограмм 250. «Я очень рада, что уже к тому времени было количество кювест достаточно, количество вот этих реанимационных столов, которые мы закупали непосредственно 11, и уже были другие приобретены, что раньше делились по очереди, а сейчас это все настолько развито в нашем городе, в нашем перинатальном центре, поэтому я очень рада, что такое внимание уделяется». В неформальной обстановке медики и представители общественности пообщались с родителями, для малышей работали аниматоры, а в конце мероприятия каждой семье подарили ценные подарки и шарики, чтобы запустить их в небо, как это впервые было сделано 6 лет назад в Вене, в честь спасенных врачами 500 недоношенных детей.